Здравствуйте! Борьба с коррупцией и защитой прав граждан – это теперь экстремизм. Московский городской суд по итогам почти 12-часового заседания вынес решение по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации двух организаций подконтрольных Алексея Навального. Речь идет о фонде борьбы с коррупцией и фонде защиты прав граждан ФБК и ФСЗПГ. Напомню, что ни по одному антикоррупционному расследованию Навального государственные органы не проводили следственных действий. Не припоминаю, чтобы и по делам ФСЗПГ государство как-то торопилось защищать попранные гражданские права. Зато теперь борьба с коррупцией и защита прав граждан – это экстремизм. Долго думали, 12 часов. Нарешали. Осталось для комплекта объявить экстремистской старую песню «Машины времени» битвы с дураками. Очень неоднозначно звучит песня. Очень. Спел на 205-ю статью. Юрия Хованского задержали после его признания в телеграм-канале «Печень Ховы» в том, что он исполнял песню с оправданием терроризма. Хованскому 31 год. Он ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,5 миллионами подписчиков. Хованского задержали в Петербурге во вторник вечером в ходе расследования уголовного дела по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. В общем, странное событие. Спел и сел. Еще можно нарисовать и сесть. Вагнера там сыграть не к месту. Писатель Юрий Мухин, кстати, отбывающий условный срок за экстремизм, пишет, что в СССР не было ни одной официально запрещенной книги. А в свободной России уже больше шести тысяч. Пора уже готовить списки запрещенных песен, запрещенных картинок, запрещенной музыки. Честно говоря, я бы уже и о запрещенных мыслях подумал. Власти на выборах намерены использовать тактику паровозов. Дарья Митина сообщает, цитата, В число паровозов, призванных вытянуть эту громоздкую и нелепую конструкцию, предлагают включить Лаврова, Рашаляса, Бянина, Дюмина, Кузнецова, Захарову, Аверинку. Такая Аверина в душе не представляю. Захарова вроде не та, на которую вы подумали. Остальных вы знаете. Это типа креатив у них такой. Однако, что-то мне подсказывает, что все приговоренные как-то отбрехаются, пишет Дарья Митина. Ну, у меня тоже инсайт. Дарья Митина действительно посетила некое серьезное место, откуда вышло, наполненное сокровенным знанием. Сегодня она им поделится со мной под камеру в студии продюсерского центра Александра Краснова. И все это будет выложено и на форуме МСК, и на канале Сошел За. А по существу вопроса, другой-то тактики у Единой России просто и нет. Но она есть у Кремля. И в ключевых округах, помимо кандидатов от Единой России, будут выставлены и специальные самовыдвиженцы, так в кавычках. Вы попробуйте сами выдвинуться на выборы в Госдуму, собрать подписи, главное протащить их через избирком. И вы поймете, что по голосам пройти может только избранник властей. К примеру, в центровом 208-м округе на праймере с ЕР путем несложных манипуляций прокатили Николай Гончара, который гарантированно избирался в этом округе с советских времен. А победитель, некто Аперян, муниципальный депутат, естественно, ничто особо не претендует. Ему позиции главы муниципального совета, недавно полученной, за глаза. В округе столкнутся не меньше трех серьезных оппозиционных кандидатов, чтобы триумфально проиграть самовыдвиженцу, некому герою-спасателю из фонда Лизы Алерт. Недешевые билборды, с лицом которого уже висят по всему центру. В принципе, все законно. Или выглядят таким, ну, кроме такой мелочи, вот против частных лиц и организаций действует целая государственная машина, по сути, приватизированная группа и лиц. И эта группа вовсе не единая Россия. ЕР это просто театр Моя Леонет, у которого нет и не может быть собственных интересов. Если Украина вступит в НАТО, то ракетам Альянса потребуется не более 10 минут, чтобы долететь до Москвы, считает Путин. Вот, представим себе, цитата, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или даже не знаю, Днепропетровска, до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут, сказал Путин на канале Россия-1. Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской, до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Даже не знаю, кто там у Путина занимается теперь вопросами национальной безопасности, но уже начинаю волноваться. От Доуга впился, по прямой до Москвы, на 100 километров ближе, чем от Харькова, а про Питер даже не говорю. Латвия давно член НАТО. И что? Вообще, размещение американских ракет напрямую никак не связано с НАТО. Латвия вот член НАТО, а ракет американских там нет. Япония не член НАТО, а ракеты есть. Есть статус «Основной союзник вне НАТО», в котором пребывают, кроме Японии, Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея. И еще в 2014 году в Конгресс США был внесен законопроект, согласно которому данный статус может быть предоставлен также Грузии, Молдавии и Украине. Вот это действительно серьезно. Но Путину об этом, похоже, не говорят. Похоже, писателя Быкова не дотравила ФСБ. Это мы можем. Инсайдер и Биллингкэт выпустили расследование об отравлении писателя Дмитрия Быкова, произошедшего в апреле 2019 года. В материале утверждается, что в покушении на убийство участвовали сотрудники ФСБ из НИИ-2 и 2-й службы. Работников этих ведомств заранее называли причастными к отравлению Алексея Навального и Владимира Карамурузы-младшего. Авторы материала утверждают, что за год до отравления за Быковым началась слежка. Несколько раз офицеры 2-й службы ФСБ Владимир Панев, Ларея и Сухарев, летевший с паспортом на имя Николая Горохова, летали за Быковым по городам, в которых он читал лекции. В апреле 2019 года Быков полетел в Новосибирск, где должен был прочитать текст тотального диктанта. В материале сказано, что, вероятно, сначала Быков надел неотравленную одежду, так как весь следующий день, 14 апреля, он чувствовал себя хорошо. 15 апреля прилетел в Екатеринбург и тоже не жаловался на здоровье. От 16 апреля, как сказано в расследовании, Быков, видимо, надел ту самую одежду, потому что почувствовал себя плохо при вылете из Екатеринбурга в Уфу. В расследовании указывается, что симптомы у Быкова были схожими с симптомами, которые впоследствии проявятся у Алексея Навального. Возникает только один вопрос, зачем травили? Если что, убить, то почему все трое живы? Кстати, это не единственный случай подобных странных отравлений. Например, о подобном сообщал еще в 2007 году бывший офицер ФСБ Павел Басанец. После его скандального выступления на юбилей организации в клубе КГБ на Лубянке, где он публично обвинил Путина в государственной измене. Но тогда отравление не вызвало большого общественного резонанса, тем более, чтобы Басанец тоже остался жив. Самые счастливые люди в России живут в Москве, Петербурге и Новосибирске. К такому выводу пришли эксперты с работы РУ. Как сообщается, по результатам исследований, опубликованного 10 июня, на твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Петербурге, каждый десятый в Новосибирске. В общем, можно сказать, что стакан наполовину полон, а можно, что наполовину пуст. 15% счастливы. Значит, 85% не очень. Получается, что у нас страна несчастливых людей, особенно за пределами столицы. Вчера в Москве на Ленинском проспекте 62 рухнул балкон. Чудом никто не пострадал. В этой части Ленинского роют траншеи для прокладки коммуникации под коммунастко-троицкую ветку метро. Связаны ли события, пока неизвестно. Вообще, балконы, это, можно сказать, таран реновации. Повод сносить, расселять, выселять. Влюблено на улице Краснодонская, к примеру, дом 49-17, пятиэтажный кирпичный дом, лишается балконов по программе реновации. ГБУ-жилищник заключил, что балконы аварийные, разослал владельцам уведомления о сносе. Несмотря на то, что жильцы написали отказ от проведения работ, такая опция была, учреждение уведомило о том, что 10 июня, то есть сегодня, будет проведен демонтаж. Однако случилось это уже 8 июня. Работники без разрешения жильцов просто начали ломать балконы. Проводит компания сдельщик, выигравший тендер на 9 миллионов рублей, будучи единственным участником. В торгово-промышленной палате прошел форум, посвященный итогам развития промышленности в 2020 году. О незаинтересованности региональных чиновников в развитии экономики рассказал, к примеру, саратовский городской депутат Олег Комаров. Он констатировал, что саратовские предприниматели с огромным трудом смогли пережить прошлый год, а помощь, которую трубили наши областные муниципальные чиновники, мало кто получил. Это цитата. Он рассказал о потере целой отрасли мясного птицеводства, о разорении крупных предприятий, таких как Тантал, Жиркомбинат, ЖБК-3 и многих других. Госдолг региона вырос до 52,6 миллиарда рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы при этом упали на 4 миллиарда. Все понятно. Сегодня солнечное затмение. Затмение на территории России можно увидеть с 14,22 до 14,29 по московскому времени. В столице максимум природного явления будет виден в 14,26. Луна при этом закроет 16% солнца. Опять, в общем, обманули. Сегодня пасмурно, солнце вообще не видно, а 16% это просто будет мрачно на улице. А настоящее затмение будет видно в Якутии. Но вот так просто туда не слетаешь. Далековато. Так меня, кстати, в свое время с землетрясением обманули в Таганроге. Было. И довольно ощутимо, говорят. А я в этот самый момент купался. Море мелкое там я вообще ничего не почувствовал. Представляете, как обидно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...